Писал я по осени обзорчик на пластиковые столовые приборы, которые купил себе, чтобы брать с собой на отдых на природу, да на рыбалку. И мне там в комментариях начали советовать титановые приборы. Типа они надежнее, прочнее и есть с них поприятнее. И я решил попробовать взять себе небольшой наборчик из ложки и вилки. Заказал, получил. Погонял несколько месяцев в домашних условиях, делюсь впечатлениями. Пошарившись по алику, выяснил, что разнообразие титановых столовых приборов не особо то и велико. Буквально несколько моделей, выбрал те, что понравились по внешнему виду. Есть разные варианты компоновки подобных наборов. Вилка, ложка, нож и палочки. И все это комплектуется в разных вариациях. Я решил брать вилку и ложку. Нож по большому счету не нужен, потому что ножей на природе у меня хватает всяких разных. Палочки для еды эти, фигня полная. Я как-то заказывал. Они полые внутри, очень легкие и мне совсем не понравились. В общем заказал, получил, распаковал. В комплекте еще был карабин, весьма посредственного качества. И он у меня куда-то затерялся, о чем я и не жалею, потому что он такой себе, и я все равно бы его выбросил рано или поздно. Сразу же закинул приборы в ПММ. На фоточке там еще нож. Это нож из этого обзора. И я его из ПММ и не достаю. Моется он там уже довольно прилично по времени. Все изучаю влияние ПММ на режущую кромку ножа. В интернете я не нашел информации о том, можно ли мыть титановые приборы в ПММ. Алюминий например не очень хорошо переносит агрессивную среду в ПММ. Но на титановые приборы мойка никак не повлияла. Размеры у приборов заявлены следующие. По факту вилка длиной 158 миллиметров, ложка 164 миллиметра. Толщина ручек 2 миллиметра. Толщина рабочей части вилки ложки 0,9 миллиметров. Учитывая то, что у меня имеются в наличии многоразовые пластиковые приборы, сравнивать я буду с ними. Ручки у приборов матовые, с отверстиями. Рабочие части отполированы до зеркального блеска. На ручках нанесены гравировки с названием бренда и слово Titanium здесь тоже имеется. Отверстия под карабин у вилки сделаны немного неаккуратно. Приборы довольно легкие, хотя и тяжелее моих пластиковых. В общем и целом, впечатление о приборах сложилось не очень. Какие-то они неказистые, по сравнению с моими пластиковыми. Особенно вилка. Какие-то несуразные зубцы и форма. Пластиковая смотрится получше, как по мне. Рабочая часть вилки очень тонкая, меньше миллиметра. Есть ощущение какой-то хлипкости и опасности проткнуть себе язык или губу. Но на самом деле, на практике таких происшествий у меня зафиксировано не было. Ложка выглядит получше вилки, но по сравнению с пластиковой тоже не очень. На природу я сейчас не очень-то гоняю, не мая месяц на дворе. Максимум шашлыки около дома пожарить. Поэтому приборы решил погонять в условиях квартиры. Пользовался я ими чуть больше месяца. Хранил я их отдельно от домашних приборов. Возможно, поэтому они и выглядят как новые и не поцарапались. В принципе, есть ими вполне себе удобно. Каких-то негативных моментов я выделить не могу. Но все равно они мне нравятся меньше, чем пластиковые. Не эргономичные они какие-то. Возможно, если бы у меня не было с чем сравнивать, то мнение у меня было бы другое. Но имеем то, что имеем. И чисто мое мнение, титановые приборы переценены и перехвалены. Мне они не очень понравились. Возможно, все дело в том, что я не люблю тонкие столовые приборы, которые выглядят как жесть отштампованная. Если бы они были бы потолще и более продолговатой формы, они бы мне понравились бы явно больше. Но и стоили бы они тогда подороже. А пока приборы меньше, чем за доллар, мне нравятся намного больше, чем титановые за 10 баксов. Но уж извините, господа, которые советовали мне титановые вместо пластиковых. Не зашло. А ты это магнитом приборы не магнитятся. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.